Корабль Гагарина 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 Везём и продаём на Сифе. Нам говорили, нет, делаем порты, а дальше разберутся. Вот сейчас мы поднимаемся с того уровня, на который нам надо было выходить сразу. И тогда бы у нас свои суда были, трейдеры наши были бы, всё. Мы это отдали. Вот сейчас эти санкции нас вернули 30 лет назад и говорят, это была ошибка. Поднимайтесь. Вот сейчас мы поднимаемся. Поэтому где мы находимся, трудно сказать, но то, что мы на правильном пути, и поехали. Спасибо. Спасибо. Аркадий Николаевич, тот же самый вопрос ко всем спикерам. Да, ну, полностью поддержу точку зрения Игоря Евгеньевича. Конечно же, приведу даже другой пример, всем, наверное, уже очевидный, про то, что действительно мы приобретали или заимствовали у наших бывших партнёров. Наконец-то начало появляться в нашей стране. И там приведу пример, допустим, нашей даже нефтяной или нефтехимической промышленности, когда мы просто продавали наши ресурсы, как и газ, и нефть, просто за рубеж. Потому что сегодня мы идём там сильно в глубокую переработку и производим то, что раньше закупали просто на Западе, и не имея этих технологий, не имея желания это производить у себя. Поэтому, Александр, отвечая на ваш вопрос, к цифру не назову, но точно взлетаем. И надеюсь, надеюсь, до высоты Гагарина долетим когда-нибудь. Спасибо. Игорь Евгеньевич, вам слово. Да, спасибо. Ну, Игорь Евгеньевич, очень корректен, поэтому мне тут тяжело... Я задал трет неправильно, я понял, теперь... Тяжело добавить... Тяжело сказать, что всё хорошо. Вот, нет, я действительно считаю, что у страны всё прекрасно, потому что, во-первых, уникальное географическое положение, во-вторых, то количество морей, которое нас окружает, вот, это, собственно, все те конкурентные преимущества, наверное, которыми мы не можем не воспользоваться, а дальше дело в нас. То есть уникальность североморского пути, ну, такого больше нет, он есть только у нас, и тут нельзя упустить шанс для того, чтобы действительно сделать из него новую дорогу на века. То есть, ну, вот это сейчас в наших руках, и надо просто сделать. Но высоту не назовёте. Я считаю, что мы высоко, но можем ещё выше, и Гагарина перегоним. Если бы я ответил на этот вопрос немного по-другому, если позволите. Я бы, в первую очередь, подтвердить, конечно, что сказал губернатор. Иностранные компании приходят в Россию, это очень интересное время, и я полагаю, что пандемия и специальная военная операция, конечно же, да, повредила, да, развитие логистики в каком-то отношении. Я уважаю эту аналогию, я поддерживаю её. Что мы видим по всему миру сейчас? Мы видим три тенденции логистики по всему миру. Мы видим концепцию ниршоринга, приближение к своим регионам. Это вот пример Китая, то есть производственные площадки сейчас приближаются к рынкам потребления. Это есть такая тенденция. Следующая тенденция мы видим, что компания логистика демонстрирует преимущества окружения. Мы видим, как компания использует чистое топливо. В этом контексте Гагарин кинул атмосферу, да, но сейчас отношение к этому изменилось. Со всей серьёзностью мы считаем в отношении России, Россия, конечно, может достичь этих высот и даже выше, да, стичь выше уровня. Это мой ответ. Руслан Валентинович. Ну, если мы говорим про апогей, высшая точка орбиты, значит, то я всё-таки, наверное, ну, некомпетентен оцениваясь в логистику в целом, я, наверное, скажу всё-таки своё мнение по тому, где мы находимся в состоянии работы на пунктах пропуска. Это интегральная инфраструктура, как я говорил, цифра и единое окно. Наверное, в авиационных наших гаванях это 80-90% от высшей точки. В море это, наверное, 60-70%. ЖД, извините, я просто сам анонсировал, что надо говорить, вернее, не я, я повторил слова великого человека, что надо говорить правду, да. На ЖД, наверное, 50%, ну, а по автомобильным пунктам пропуска мы ещё не взлетели. Коллеги закивали сразу. Вероника Олеговна. Ну, наверное, не наверное, а точно, чтобы управлять космическим кораблём или каким-то сложным аппаратом, нужно руководствоваться, нужно ориентироваться по нескольким приборам и не по одному. Вот для меня сейчас вот в системе координат логистики как минимум три очень важные и взаимодополняющие составляющие очень важны. И невозможно сделать выбор в пользу чего-то одного. Первое, это, конечно, о чем сказал Игорь Евгеньевич, нам нужны свои собственные логистические компании. Слава Богу, они у нас есть и показывают очень хорошую работу, эффективную работу для наших экспортеров клиентов. Второе, это действительно нужна инфраструктура, это и порты, это и пункты пропуска. И здесь важно, как заниматься модернизацией этой инфраструктуры, но для этого нужны, конечно, большие инвестиции. И не забывать, что кроме физической модернизации необходимо предусмотреть, чтобы в этой инфраструктуре находились ещё все сопутствующие службы, которые потом этот груз администрируют, и таможенные, и ветеринарные, чтобы потом не ехать за бумагами куда-то там в соседний город. Вот это предусмотреть. И третий, это уже очень важный момент, это, собственно, оптимизация процедур. И опять же, извините, я вернусь к тому примеру парома, который мы в самую острую фазу шока, это было действительно два года назад, лето, запускали с компанией «Дело» из Новороссийска в Турцию и обратно. Там же была очень узкая возможность с точки зрения инфраструктуры порта. Причальная стенка одна, рядом идёт ремонт, а паромы должны быстро были там оборачиваться. И вот тогда именно слаженность работы, когда все собрались в один проект и нашли именно в процедурах все нелогичности, которые оптимизировали. Когда начали оформление, я уже говорила, на территории таможни, когда увидели, что пограничник нужен не один, а два для того, чтобы быстро посмотреть документы, именно к моменту прихода парома выходил на несколько часов второй пограничник. Когда увидели, что физическая инфраструктура не позволяет разгрузить эти грузы, нашли быстрое решение и создали регуляторику, которая позволила вывозить в режиме, как это правильно называется, режим временного ввоза на площадку за портом, и в которой уже проходило растамаживание. То есть все проектно, слаженно, все контролирующие органы бизнеса и государства сели вместе и сделали вот то самое партнёрство, которое позволило просто за счёт оптимизации процедур в три раза сократить время на результат. Поэтому инфраструктура и процедуры – это те резервы, которые у нас точно совершенно есть, и мы, в принципе, в общем-то, скоро выйдем на уровень Гагарина. Спасибо. Алексей Николаевич. Продолжая эту аналогию, я, наверное, так скажу, что, ну, первое, мы стартовали. У нас достаточно профессиональный экипаж, мы набираем скорость, мы маневрируем, обходя такие рисковые области, скажем так. Важно то, что у нас есть очень хороший полётный план в виде национальных проектов, и мы точно знаем, когда нам переходить на третью космическую скорость. Вот буквально в апреле утвердили план по дальнейшему развитию Восточного полигона, поэтому те резервы, о которых уже было сегодня сказано, точно будут создаваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин